всем привет мы сегодня разбираем новейший гелик это g400 дизель топовый дизель у гелика 330 лошадиных сил 2021 года машина куплена за 18 миллионов рублей мы его разбираем не на запчасти а для того чтобы обклеить защитной пленкой и давайте будем рассматривать именно интересные моменты чем он отличается от старого и все такое петли петли это наследие прошлого я так понимаю что mercedes не готов пока с ними расстаться вот именно в таком их виде как вы видите огромный плюс вклеенные стекла я надеюсь конечно что это в дальнейшем спасет эту заднюю дверь от коррозии потому что на старых геликах как вы помните всегда страдала задняя дверь это снизу и это в моем месте где крепится стекло под резинкой на новом гелика уже есть пневмоподвеска лично сам пока не пользовался этим автомобилем до этого были эти машины было 500 и 63 65 ну так себе актив на мой взгляд это выше после итальянской машины это конечно жуть но в любом случае что то есть в этом квадрате и я так понимаю что он будет популярен всегда особенно в нашей стране поэтому при разборе этого автомобиля для оклейки мы как раз можем не с официальных роликов и каких-то там ютюберов посмотреть как что устроено и какого-то качества именно сами своими глазами не спеша будем смотреть в общем вот она задняя калитка машина новая естественно здесь нет никаких дефектов вот снята задняя обшивка даже есть как вы видите шумка но честно говоря у меня такое создалось впечатление что по сравнению со старым кузовом здесь все какое-то такое более тонкое или дешевое что льва делки не знаю но это может быть это не объективно это субъективно но опять же вот это вот на крыше полка да это как бы классика да по контуру я так понимаю mercedes не тоже не готов расстаться виду формы кузова задние обшивки на самом деле они вроде бы по своему состоянию наполнению ну достаточно похожи на предыдущий но все равно мне кажется вот тот же ковер он какой-то чуть более что ли худой да или тонкий не знаю как правильно сказать пластик пластик чуть мягче но опять же не факт что он будет надежнее и вот по поводу сидений но вот не знаю что бы ни говорил mercedes но на ощупь кажется что это кожа заменитель за такие деньги но это искусственной кожи я уверен на этот в этом на сто процентов и меня не разубедишь задняя ручка открывания я так понимаю что она осталась по классике никуда она не делалась и для видимо это сделано опять же в каких-то моментах для того чтобы владельцы предыдущих как-то чувствовали родство с этим кирпичом но интересная тема это фары я вот специально показал сверху сколько на фаре блоков управления конечно по сравнению со старой машиной но это очень и очень прогрессивно в принципе немцы добились того чего хотели они сделали относительно адекватно комфортный автомобиль вместе с тем он вроде как должен быть и проходимый и я так понимаю что самое главное чего они хотели добиться и добились это его внешний вид он как был квадрат кирпич как там его называют ну как как не назовите это как бы реально квадрат он таким и остался видно что появилась куча всяких современных фишек ну как они может быть не особенно современно они именно для г-классы современные необычны но суть машина осталась та же и именно на дизеле правда здесь он топовый все-таки как бы заметно что это автомобиль именно тот который был то есть очень близок но опять же те кто на них уже ездит ездит пару лет говорят что это принципиально другая машина не могу это сказать потому что пока еще не ездил вот этот вот тема с стеклами я уже про задние вам показывал лобовое вклеена не на резинке но это просто как бы супер это радует глаз и я опять же думаю что рамка лобового стекла хотя бы вместе в клейке она не будет гнить но человек который этот автомобиль купил я так думаю что у него это не первый гелик и он сразу его прям с нуля обклеивает пленкой и это правильно потому что форма автомобиля таковы что все равно везде будут скоб поэтому сейчас при нынешних ценах на автомобиле я думаю что но это правильное решение обклеить его пленкой потому что цены безумные и как бы за машинами уже волей-неволей приходится ухаживать дверные ручки как вы видите ничего не изменилось все хорошо все на месте такие прикольные ручки за которые можно нормально хвататься мне кажется что именно трапеции дворников тоже не поменялось во всяком случае очень похоже на старую вот уже без ручек более разобранные состояния это как бы не за один день снималась вот опять же есть шумка в двери заводская ну как бы базовая здесь музыка по бурмистр вот собственно колонка от нее конечно вот эта новая торпеда она реально классно выглядит потому что на легковых машинах вот эти все квадратные формы мониторов мне не очень нравится но на гелике это очень как бы органично смотрится и новое сидение они тоже достаточно красиво сюда вписались но опять же повторюсь мне очень-очень кажется что это не кожа вот это вот интересная такая таблетка значок чтобы вы не спутали что это гелендваген собственно ней написано что это г-класс вдруг вы с чем-то перепутаете зато тут посмотрите и будете понимать что у вас за машина интересно еще момент по поводу вот внутренностей сейчас там чуть позже вам покажу там будет радиатора охлаждения спереди и около него будет стоять маленький вентилятор такой же как вы можете видеть в ванных комнатах старых квартир за очень прикольно смотрится радует то что осталась рамная конструкция это на самом деле наверное один из последних внедорожников с рамой потому что нынешнее время тенденции всех производителей конечно от рамы избавляться потому что это очень архаично но mercedes видимо чтоб не разочаровать своих поклонников они оставили раму но как бы вспомогательное устройство виде всяких хитрых амортизаторов она нивелирует этот весь дискомфорт когда едешь на машине ты уже повернула машины все еще едет прямо но есть такой на равных машинах но внешне мне он нравится конечно приятно когда у тебя машина которая в теории может везде проехать и по функционалу она в общем-то близка к с-классу это на самом деле прикольно но всякие камеры и дистроник я думаю это уже такая но не тема да то что они даже есть на китайских машинах вот такая здесь стоит музычка я думаю что если внутри не скрипит как на бентли бентайга салон то может быть даже можно спокойно слушать музыку все достаточно мягкая кожей не пахнет потому что я думаю что ее здесь нет в третий раз уже это говорю но извините у меня просто эмоции по поводу этого красные ремни но эта комплектация не очень понимаю зачем на гелике нужны красные ремни был бы хотя бы porsche либо там мазерате или ferrari как-то можно было понять но зачем на гелике красные ремни безопасности это честно говоря для меня непонятно сзади место есть как ни странно но место есть посадка чуть удобнее стало потому что в старых геликах как вы помните на заднем сидении ну нормально здоровый человек может быть вытерпел бы пару часов но мне кажется это уже был бы подвиг здесь все достаточно так прилично и по как бы для ног есть место но не знаю на долгие расстояния наверняка тоже будет неудобно интерьер достаточно продуманный мне в принципе нравится вот именно сейчас mercedes современный внешний вид мне не нравится вообще потому что не похожи на корейские машины но от именно салоны у них как-то стали какие-то более аутентичные что ли есть какой-то как бы похожесть на старые машины все-таки мне кажется что гелик и бренд mercedes это как-то все-таки звучит как классика вот мы между делом заклеиваем как раз пленкой зеркала потому что тоже это больная тема на г-классе потому что они сильно выпирают вот но и единственное конечно насколько этот дизель будет живучий но это покажет время потому что он достаточно новый вот задние диодные фонари ну то есть опять же сейчас диодными всякими ништяками ну мне кажется вообще никого не удивишь потому что это на всех машинах одно и второе зеркало уже заклеили на самом деле оклейка и полировка гелендвагена это ну так скажем работа очень и очень непростая потому что хотя с виду формы примитивные но по факту очень и очень много всяких полости и ребер это ну достаточно большая проблема то что даже когда я помню был у меня предыдущий гелик ты приводишь его на полировку и люди от него шарахаются потому что когда высокий сезон они просто не хотят его брать очень дико он смотрится без колесных арок без расширителей но как-то нелепо мне кажется но камера не очень передает но со стороны это прямо ну так бы очень комично смотрится но вот вы видите такие вот тут радиаторы стоят охлаждение в принципе как бы компоновка очень похожа на предыдущую машину опять же я снизу не видел этот но опять же поворотники до которые вот эти классические были форму они выдержали но они теперь тоже диодные почему-то на моторе написано что 6 цилиндров но видим чтоб тоже люди не путали ничего и все знали вот где замок капота какой-то материал очень похожий на старую зубную щетку тоже так забавно смотрится но эти 6 цилиндров чтобы владелец знал что не 6 цилиндров не 3 не 2 не 5 а именно вот 6 тоже но это немцы видимо такой как бы стилю автомобиля производителя потому что ну для чего это на 6 цилиндров но для меня если честно это загадка что у нас еще здесь интересного но всячески вот эти ништяки в виде дистроника в камер в принципе по виду как бы металл остался таким же толстым как и был это как бы вселяет надежду что все-таки машина которая стоит двадцатку она будет какое-то время и надеюсь что долгое время без проблем эксплуатироваться не знаю сколько стоит новая фара но судя по количеству блоков мне кажется что цена в 200 тысяч рублей вполне может быть даже ну и не конечная для такой фары вот но как-нибудь я думаю что возьму попробовать в действие автомобиль хотелось бы конечно куда-то съехать с дороги потому что по городу кататься на нем не знаю во всяком случае на предыдущем было адски тяжело вот сейчас как раз вот мы дошли до металла и всех железных конструкций но выглядит внушительно выглядит солидно не знаю со временем будет ли это все ржаветь и гнить ну посмотрим время покажет вот это тот знаменитый вентилятор как в старых квартирах в санузлах смотрится ну очень очень необычно резюмируя все вышел показанное вышесказанное хочу сказать что гелик удался сто процентов но при нынешних ценах конечно больно отдавать двадцатку за такую машину с учетом того что раньше он конечно в половину меньше но никуда не денешься наш рубль и он как бы не самая стабильная валюта поэтому видимо дальше цены будут и ну как бы они не останутся на месте они скорее всего будут дорожать потому что если смотреть по цене например в германии то там такой гелик даже чуть дороже стоит поэтому я думаю что со временем наши цены но они подравняются с ценами европейскими и мы будем платить еще дороже за эти машины вот но печально но что делать надо видимо больше зарабатывать ну на этом пока все все что увидел вам показал если конечно есть у вас возможность обязательно приобретите хотя бы раз жизни такую машину надо иметь не обязательно в новом кузове можно и в старом но на этом пока все подписывайтесь на мой канал